Здравствуйте, дорогие друзья! Я вас приветствую в программе «Хлеб на каждый день». Мы продолжаем сегодня говорить по 68-му псалму. И так как у нас уже прошел 7-й стих, но 8-й вытекает из 7-го, поэтому я хочу вместе с вами его прочитать в паре. «Да не постыдятся во мне все, надеющиеся на Тебя, Господи Божий сил! Да не посрамятся во мне, ищущие Тебя, Божий Израилев! Ибо ради Тебя несу я поношение, и бесчестием покрывают лицо мое». Вот, оказывается, еще один ключ к пониманию этого текста. «Ибо ради Тебя». Потому что все знали, что Давид посвятил свою жизнь Богу. Посмотрите, когда он что-то делал для Бога, если он собирал для храма, который он собирался строить, но Бог сказал построить сын, но он собрал все для того, чтобы потом Соломону было легко справиться с этой задачей. Если он хотел вернуть ковчег, то не получилось в первый раз, потому что он стал делать небожьим принципом, а захотел как побыстрее. Но получилось, как получилось. То есть, вас помнят, Оза тогда был поражен. Это один из тех, кто нес ковчег. И захотел просто его поддержать. Даже не нес, а вез. Если бы несли, все было бы в порядке. А так как везли на телеге, то телега наклонилась, и ковчег стал падать. Что нельзя было допустить. Но нельзя было допустить и к нему прикасаться. Простым людям, которые не были первосвященниками или священниками специального статуса. И поэтому Оза тут же, как знаете, от электричества упал мертвым. Давида очень это впечатлило, и он огорчился. «Как же так? Я же тебя хочу, Господь, почтить. Я твой ковчег везу в город». И тут у него происходит понимание и прозрение. Оказывается, если я небрежность допускаю здесь, и уже такие поражения, а если я внесу его в свой дом, либо поставлю где-то рядом, а будет отношение-то как к любому предмету, то вокруг начнут умирать мои подданные. А может быть, и мне самому что-то весьма повредит. Вот какая линия логики могла пройти в голове Давида. Поэтому он останавливает движение это шествие и оставляет ковчег в доме одного человека, который оказался рядом. И оставив там ковчег, ему через некоторое время сообщают, а дом-то этого человека Бог очень активно благословил. И тут у Давида опять вопрос, как же так? Что же мне делать с этим ковчегом? Посмотрите, насколько Давид мог анализировать, смотреть, принимать решения. Если они в чем-то неправильные, то, значит, надо сделать до конца выводы. А раз так, то я должен прочитать. А как же надо относиться к этому ковчегу? И тут он получает как раз для себя понимание, что его надо было нести священникам на шестах. Тогда уже уверенно, никто не упадет, ковчег не будет роняться или падать. И вот отсюда он делает свои выводы. А в чем это говорит? Что он стал посвящать себя Богу все больше и больше, глубже и тщательно. Это видно с псалмов, которые он поет. Это видно с действий, которые он осуществляет. Это видно с желаний. Господи, дай мне дом тебе построить. Бог ему не говорил, а у него это желание возникает. Так вот то, что мы с вами здесь можем прочитать. Люди-то за мной наблюдают, и они видят, что я стал тебя больше почитать. Я посвящаю себя тебе, а вокруг такие обстоятельства. Так чтобы вот они не постыдились в уповании на тебя, глядя на меня. Очень интересный поворот выражения Давида в данном стихе. И поэтому он здесь поясняет. Я-то к тебе прибегаю, я-то от тебя ожидаю. А теперь такие трудности ко мне пришли. Друзья, пусть нас Господь благословит и поможет ориентироваться не только на то, что мы чувствуем, но и те люди, которые рядом с нами. И помогать им точно так же сдавать экзамены, как проходишь сам. Если ты можешь на кого-то повлиять сегодня образом жизни, своим поведением, своими ценностями, то, конечно, у тебя есть и больший вес молитвы за этих людей, чтобы они оказались рядом с тобой дальше, а не только на каком-то маленьком промежутке жизни. Благодарю тебя, Господь, что ты знаешь, какие обстоятельства могут нас испытывать, проверять, и кто за нами наблюдает. Поэтому помоги нам, Боже, то, что сказал Давид, ибо ради тебя не свое поношение. То есть ситуации бывают разные и бесчестьем покрывают лицо мое. Поэтому ты видишь, Боже, сколько людей поднимается сегодня против каждого, кто каким-то образом становится популярным или где-то в каком-то окружении известен. Но я благодарю тебя, дорогой Господь, что только ты один знаешь, как к нам относятся слова, написанные в Нагорной проповеди, блаженные, изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Я принимаю, Боже, исполненные эти слова в нашей жизни, чтобы не только гонение, не только поношение, не только какое-то постыжение, которое пытается враг навешивать, но и награда наша на небесах велика. И мы это утверждаем сейчас своей верой и согласием во имя Иисуса Христа. Аминь. Всего доброго, до новых встреч. До свидания.